Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ситуация стабилизировалась. Вот уже две с половиной недели уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе остается стабильным. Ситуация в медицинской отрасли по-прежнему напряженная. Каникулы удлиняются. Занятия в школах начнутся на неделю позже. Часть классов перейдет на дистанционное обучение. Без масок не обслужим. Продолжаются проверки масочного режима в торговле и на транспорте. Нарушители ждут штрафы. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Еще 180 случаев заражения COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки, сообщил оперативный штаб утром 5 ноября. Общее количество заразившихся этой инфекцией перевалило за 18 тысяч человек. Как в условиях пандемии работают новосибирские больницы и есть ли предпосылки к стабилизации ситуации, расскажет Василий Акимов. На лестничных клетках никто из пациентов не лежит. Об этом на брифинге в областном правительстве рассказал главный врач городской больницы номер 3 Александр Осачий. Мы стали использовать другие помещения. То есть это может быть помещение столовой. У нас они с дверями. То есть это практически так называемая палата получилась, потому что там есть раковина. Повесили шторки, получилась полноценная палата. Под это могут использоваться другие помещения. Допустим, предоперационная. Мы все оборудование оттуда убрали и тоже оснастили данное помещение кислородом. Пациентов в больницу номер 3 принимают по определенному графику. Три раза в неделю, в понедельник, четверг и субботу. Сюда везут жители Ленинского, Кировского и Левобережья советского районов Новосибирска. Самообращений с каждым днем становится все больше. Однако в среднем треть пациентов отправляют лечиться амбулаторно. Порядка 115-120 машин скорой помощи. И с каждым днем самообращений все больше и больше становится. Ну порядка 20-30 самообращений. Процент, если в первую волну процент отказов был невелик, потому что не было такого большого наплыва, не было такой тяжести, не было понимания болезни как таковой. Мы только-только начинали учиться ее лечить и понимали, кому можно оставаться в стационаре, кому нет. То сейчас примерно треть пациентов, которые уйдет на амбулаторное для лечивания, две трети будут оставаться у нас в стационаре. По словам главного врача, на данный момент больница укомплектована врачами. Однако пока не хватает медсестер и санитарок. Особого роста пациентов, впрочем, они сейчас не наблюдают. Ситуация постепенно нормализуется. Я думаю о том, что она, наверное, стабилизировалась. По крайней мере, дальнейшего роста нет. То есть вот мы вышли на какой-то определенный уровень и сейчас вот уже, наверное, две с половиной недели вот примерно вот так по количеству скорых на одном и том же уровне держится. Проблем с тестами на коронавирус в третьей больнице нет, говорит главврач. Задержки бывают из-за человеческого фактора. Например, когда сотрудник лаборатории заболевает. Однако даже в этих случаях они не превышают 2-3 дня. Впрочем, тем, кого не положили на лечение в больницу, тест здесь делать не будут. Им приходится обращаться в свои поликлиники. Некоторые горожане жалуются, что пройти тестирование они не могут неделями. Впрочем, даже дождаться визита врача или попасть на прием в поликлинику по-прежнему непросто, невзирая на то, что региональные власти пытаются решить эти проблемы. Врачи надеются, что благодаря намечившейся стабилизации, вскоре все они останутся в прошлом. Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» вновь готовится к работе в качестве обсерватора. Для этих целей в учреждении отведен целый этаж, на котором сделали большой ремонт. Его качество, а также и перспективы перевода центра в режим ковидного госпиталя оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Новосибирский городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» довольно часто перепрофилируется. К примеру, в 2014 году здесь размещались беженцы из Украины. В нынешнем 2020-м на 120 дней он стал обсерватором для лиц, прибывающих из эпидемически неблагополучных территорий. Теперь, после проведенного здесь ремонта, муниципальное учреждение вновь готово к работе в качестве обсерватора. Потому что все может случиться. Ситуация такая, она напряженная, продолжает оставаться у нас в области и в городе Новосибирске. Число заболевших растет, поэтому возможны всякие решения. И даже не просто перевести в обсерватор. То есть речь идет о том, что возможно перевод и в ковидный госпиталь. Конечно, не для тяжелых больных. Здесь, на четвертом этаже Центра социальной помощи «Заря» могут разместиться до 90 человек. Комнаты рассчитаны на двух пациентов. Есть детская игровая зона, а также отдельный бокс для беременных. В большинстве помещений и коридоре выполнен ремонт. Заменены двери, окна, электропроводка, наклеены специальные обои. «Посмотрел, что сделано. На 4 миллиона бюджетных наших денег здесь проведен ремонт. Полностью этот этаж. Еще на 4 миллиона закуплено оборудование специальное, как я сказал, для того, чтобы проводить эту специальную работу. Ну и в целом учреждение, мне кажется, очень серьезно подготовилось и готово». А в этой комнате, как и в расположенных рядом, ремонт делали раньше. Они уже служили в качестве временного приюта для людей, определенных на обсервацию. И несмотря на то, что здесь было проведено 6 дезинфекционных обработок, ни обои, ни мебель, ни шторы не пострадали. Хотя процедура эта довольно серьезная. «Приезжают с Центра дезинфекции для обработки в специальных костюмах. Идет распыление сверху, опускается вот этот туман, вся влажность с потолка по стенам. Полностью все заливается, все заливается и выдерживается время около двух часов. Только потом заходит сюда на помывку, все моется еще здесь средствами». Кстати, помимо специально особо прочной мебели и моющихся обоев, сам дизайн комнат выполнен по спецзаказу. Цвет стен, штор и других элементов интерьера подобран таким образом, чтобы не раздражать психику человека, которому предстоит провести две недели в замкнутом пространстве. Каникулы продлят, а часть школьников переведут на дистанционный режим обучения. В Новосибирской области определились с концепцией образовательного процесса на ближайший эпидемический период. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. По причине заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области больше, чем в 80 дошкольных образовательных организациях закрыты 154 группы. Ну а все школы в настоящее время на каникулах. Начались они 26 октября и должны были продлиться две недели. В образовательных организациях достаточно много еще до сих пор сохраняется педагогов, которые находятся на больничном. Понятно, что в основном это больничные по ОРВИ, но тем не менее в отдельных школах количество заболевших доходит до 30%. Средний процент это 10-20%. Исходя из этого, чтобы дать время больным педагогам спокойно выздороветь, каникулы решено продлить еще на одну неделю. То есть все школьники начнут учебу с 16 ноября. И это еще не все. По нашей статистике основная масса заболевших среди детей – это ребята с 6 по 10 класс. То есть они составляют больше половины всех заболевших детей. Поэтому очно, то есть с посещением школы, будут учиться только классы с 1 по 5 включительно и 11-классники. 30 тысяч детей из малокомплектных в регионе 410 продолжат заниматься в обычном режиме без какой-либо удаленки. Также будут работать все 29 коррекционных школ. Решение, которое принято на сегодняшний день, оно рождалось в достаточно серьезных спорах с тем, что выслушивались позиции очень разных представителей сообществ и родительской общественности, педагогической общественности. Да, это решение непростое. Очень многие выступали за очное обучение школьников. Их мотивация понятна. Дистанционное образование не дает того качества знаний, которое дети приобретают на нормальных уроках в прямом общении с учителями. Но коронавирус вносит свои коррективы. В первую очередь, конечно, мы должны в приоритет ставить жизнь и здоровье наших близких детей, учителей. И знаете, я всегда говорил, и еще раз повторюсь, ну давайте перестанем разделять уже учителей на какие-то категории, родителей, детей. Но мы же все одно целое. Понимаете, нас всех тревожит жизнь и здоровье наших близких. Эта модель обучения будет действовать в Новосибирской области до тех пор, пока не изменится ситуация с распространением новой волны коронавирусной инфекции. Будем надеяться, что эти изменения произойдут и в лучшую сторону. Региональные власти пока не ужесточают ограничительный режим, который может нанести серьезный ущерб экономике области. В то же время усиливается контроль за соблюдением уже существующих противоковидных мер. Готовы ли новосибирцы соблюдать введенные ограничения и что грозит нарушителям? Смотрите далее. Торговый центр галереи расположен в самом центре нашего города и считается достаточно оживленным местом. По словам продавцов, покупатели здесь есть практически всегда. Если несколько месяцев назад здесь можно было встретить людей без масок, то сейчас такие случаи единичны. Что и подтвердил рейд, прошедший в этом торговом центре. В расположенном через дорогу центральном рынке людей еще больше. Однако здесь действуют жесткие требования. Более того, продавцы даже требуют правильного ношения масок, отказываясь обслуживать тех, у кого она стянута на подбородок. Потому что нам лишние проблемы не нужны. Правильно? Нам надо самих оберечь. Защитные маски и соблюдение социальной дистанции – лишь часть противоэпидемической работы, которая, что называется, на поверхности. Дезинфекция и уборка намного более трудоемкая и затратная часть предпринимаемых мер, которую не всегда замечают посетители. Клининговая компания. Раз-два часа все промывается. Ну и, соответственно, текущая уборка постоянная, машинная, да, то есть не только ручная, еще машины у нас ходят, полы моют, да, постоянно. То есть не как-то там часами или минутами, а то есть постоянно. В течение всего рабочего дня. С восьми до восьми. Горожане в своей основной массе научились соблюдать введенные ограничения, говорят участники рейда, по торговым точкам. Нарушений выявляется все меньше. В целом масочный режим как бы соблюдается. Есть отдельные единичные случаи, но при замечании гражданам они стараются замечания устранить. В дальнейшем мероприятия также будут продолжаться ежедневно по проверке торговых объектов, объектов общепита, объектов развлечения. Для тех же, кто по-прежнему не готов соблюдать предъявляемые требования, продолжают действовать достаточно крупные штрафы. До 30 тысяч для физических лиц и до 300 тысяч для юридических. Сложно сказать, что повлияло на то, что новосибирцы стали в основном соблюдать противоэпидемические меры. То ли угроза крупных штрафов, то ли осознание опасности коронавируса. В любом случае возросшая законопослушность не может не радовать. Ведь лишь строгое соблюдение таких мер, как ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции могут замедлить распространение COVID-19, говорят врачи. Субтитры создавал DimaTorzok